Понимаешь, я при жизни своей жене готов поставить памятник. Я ее знаю 35 лет. Вот это правильные слова. Я считаю, что так каждый муж должен говорить. Вместе мы уже 25 лет. Понимаешь, я помню все невзгоды, все несчастья. Конечно, обижал, да, конечно, обижал. Конечно, притирались первые пять лет, дрались с ней. Все было, я это не скрываю. Я женщину никогда пальцами трону. Если ты уже говоришь, договаривай все до конца. Делись своим опытом. Учи молодежь, чтобы не повторять ошибки свои. Сейчас невеста-то смотрит эфир. Блин, там же гены-то. Она все знает. Она все знает. Гены не моча. Она все знает прекрасно. Какой я, что я. Она говорит, ты вот похож на папу. Ты вот похож на папу. Он на жену, на жену. Он характером тебя иногда. Вредный, вредный. Ты знаешь, он вредный. У него первые три минуты, всех присыпается, сразу автомат, автомат. Всех пихлю, всех убью, паркию все. Слушай, пять минут, и он пушистый зайчик, все нормально. А папа-то уже заведет. Скажу честно, кто у вас сын? Я говорю, кто? До свидания. Я с роддома ушел. Потому что у меня два старших брата, они меня изгоняли, били, доводили до белого коленя. Мы так сидим с братом старшего, он меня доведет. Я вилку хватал, вилку брал, в руку ему так. Дым! Вилка так. Дым! Понимаешь? Он меня опять набьет, 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 набьет. Я, значит, горячую картошку в глаз ему дым! Опять набьет, 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 набьет. Зеркальная дверь. Я, знаешь, набьет, он же закрывает и так, чтобы я не разбил свеклу. Я бах, мы в крови, мы плачем. Я хотел, чтобы у меня была сестричка, но папа с мамой не подарили. Тебе повезло. У тебя сестричка, тебе подарили. Мама с папой переживали то, что я буду, как обычно, когда один ребенок в семье, на себя все внимание, на маленького нет. Я к этому совершенно спокойно отнесу. То есть появилась Вика, для меня это было счастье. Это потому что, может, девочка, на мальчика. Даже если был бы пацан, я делился с ним как бы своими навыками. Ну, в принципе, и с Викой я делюсь своими навыками какими-то. Конечно, тоже просто. Хокеем. Ясно, мы хокеем. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.